Сегодня в Театре опера и балета праздновали День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Перед праздничным концертом гости мероприятия осматривают современные авто для уборки мусора. Этот Мерседес можно назвать эксклюзивом. Их в России всего три. А в Чебоксарах этот мусоровоз уже второй. Если говорить о вместимости, один такой фургон заменяет два Камаза. Для сравнения, мы на 1 января 2013 года у нас выезжало 32 машины. На сегодняшний день при большем объеме у нас выезжает 19. На весь город нам нужно вот эффективной такой техники, вот подобное, что было сегодня выставлено здесь перед входом в театр, всего 12 единиц. Ну, 13. На весь город. Удобство работы на таком мусороводе Виталий Тихонов уже оценил. Ранее водителю приходилось ездить на машинах поменьше, рейсов делать больше и, соответственно, приходить домой позже. Работается намного легче. И почему? Потому что на этих машинах вместимость побольше, управление получше. Ну, иномарка есть иномарка, конечно. В планах спецавтохозяйства также полностью заменить привычные мусорные баки на контейнеры евростандарта. И в целом повысить качество услуг. Об этом говорили на торжественном собрании, отмечая успехи и обозначая задачи. Наша задача, развивая, конечно, конкуренцию, чтобы финансово-хозяйственная деятельность любой организации в конце года была прибыльной. Чтобы труженики этих организаций имели соответствующую прибыль для того, чтобы увеличивать свои доходы. Наряду с успехами, которые, очевидно, говорили и о проблемах. Те, кто серьезно относится к своему делу, не забывают о нем и в праздник. Жилищно-коммунальное хозяйство относится к системам жизнеобеспечения. И от того, насколько она отлажена, зависит комфорт и благополучие всего населения. Нехватка средств, отсутствие технологий и, наконец, острый дефицит кадров – решение всех этих вопросов не отложишь в долгий ящик. Николай Григорьев, слесаль с 40-летним стажем, с грустью поделился. У них в коллективе одни пожилые. Чтобы у нас работали молодые ребята, надо, чтобы готовые были, хорошие, чтобы список, ключи, инструменты и зарплата. Тогда будут у нас работать. За добросовестный труд наградили заслуженных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Благодарности получили и трудовые династии. А в коммунальном хозяйстве есть семьи, чей общий стаж превышает 100 лет.